начнем так котлеты с трахуном готовы суп с панцирями в процессе теперь нужно сделать сырники чтобы были зажаристые и сырые одновременно и так погнали друзья все новое это хорошо забытое старое так подумали в real me и реализовали в новом gt 5 pro жестовое управление с помощью пальцев и ладони насколько это удобно и можно ли этим пользоваться в повседневности очень скоро узнаете а пока взгляните на характеристики они очень даже хороши тут отличное железо snapdragon 8 ген 3 быстрая память быстрая зарядка с хорошим аккумулятором бесшимный экран яркий три камеры две из которых с автостабом стерео влагозащита еще кое-что по мелочи звучит все это как заявка на успех не так ли комплект хорош и нового от real me я не ожидал на самом деле блок питания кабель документация иголка sim плотный серый чехол защитная пленка на стекле с завода это хорошо все но зарядка real me и конечно меня удивило еще вчера они били рекорды с 240 ваттным блоком у gt 3 и gt 5 который заряжал телефоны за 9 12 минут представьте а сегодня предлагает всего-навсего 100 ваттную зарядку чуть вообще такое однако в этом есть и плюс у gt 3 и gt 5 при схожих габаритах батарея была 4600 миллиампер часов а gt 5 pro уже на 5400 миллиампер часов получил батарейку что на 15 процентов больше а значит выше автономность будет вот так вот а подпитывается gt 5 pro все равно быстро менее получаса у него занимает весь процесс до 100 вот процентов кстати в обзоре вам пласт 12 я дал некорректные цифры заряда каюсь вот я теперь все правильно указал все корректно да еще у этого телефона есть беспроводная зарядка 50 ватт но я ее не проверял так как у меня нет совместимого блока вообще обещает до 100 процентов по беспроводной технологии менее чем за час дизайн телефон получил три цвета белый черный и коричневый в случае с коричневым песчаником они сотни разных оттенков испробовали чтобы добиться идеала ну по их мнению шайбу с камерами украсили она интересно переливается под источниками света и состоит из нескольких ступенек искусственная нано кожа неплоха на ощупь и нам обещают лютую износостойкость вообще на презентации они хвастались что рассмотрели кучу разных дизайнов крышки но все же у них победил кружок в центре ну видеть что победила да короче они долго долго делали что-то уникальное а в итоге сделали клон huawei made 50 pro даже расположение вспышки такое же совпадение не думаю как по мне релми надо было развивать идеи gt3 и gt5 с rgb подсветкой у там и раскрытием внутренности это смотрелось оригинально а сейчас вот просто закрой логотип пальцем вот так вот и попробую угадать а что это вообще за девайс такой но с другой стороны хочу сказать что такой простой не вызывающий дизайн наверное зайдет более широкой аудитории что вы думаете об этом нравится такой дизайн или лучше прошлый был рамы выполнена из сверх прочного алюминия компания особо отметила что он прочнее титана и выразила недоумение зачем другие используют титан собственно когда есть прекрасный сплав алюминия с характеристиками лучше к тому же этот алюминий еще легче чем титан главное знаете чтобы релми потом не выпустила случайно gt6 в титане а то будет неудобненько как-то любопытно что пока другие соревнуются в толщине черных рамок экрана релми сделала упор на толщину и форму самой металлической рамки ты смотришь на него и практически не замечаешь рамку из металла по периметру будто бы держишь просто стекло но и подбородок на самом деле они тоже срезали он меньше чем у ван пласт 12 в его x100 pro и 7 14 pro молодцы корпус защищен по стандарту а пи 64 прямо как ван пласт 12 только тот нет щелей и герметика вообще у телефонов очень много общего ван пласт 12 риме gt5 pro и нет сомнения что они создавались параллельно что неудивительно ведь оба бренда и релми и ван пласт принадлежат кому оппа и используют они одну прошивку color is ну так но с разными названиями релми его и здесь текущее позиционирование флагманов у оппа такое у самой оппа самые дорогие флагманы и самые навороченные у ван плаца чуть-чуть попроще у релми и еще чуток проще но и дешевле конечно же кстати как ван пласт 12 этот релми gt5 pro позволяет работать с экраном мокрыми пальцами под дождем или в душе просто они не акцентируют на этом внимание но помните что ни один ни второй не является полностью влагозащищенными поэтому окунаете их воду без фанатизма вообще не окунаете вот так слегка можно поврызгать лоток символ здесь вот двойной можно вставить две сим-карты карту памяти вставить нельзя юсб си обещает быстрый и он должен без задержек передавать картинку на телевизор но у нас почему-то большая задержка плюс при подключении к тв сам телефон сильно лагать начинает но не лагает почему-то картинка на тв очень странно наверху вот здесь находится ик-порт и он обладает большим углом стрельбы типа наклонять сильно там не надо целиться внизу мультимедийный динамик и помогает ему что разговорный динамик который находится сверху и верхнем торце имеется еще и дополнительная щель для разговорного динамика по итогу получается полуторка и мы сравнивали в обзоре ван пласт 12 его звучание сяоми 14 про ван пласт 12 и viva x100 про давайте вспомним как это было на мой взгляд по звуку рил мишка попроще чем сяоми и ван класс но все равно звучит очень очень хорошо вибромоторчик здесь линейный и хорошо отзывается на взаимодействие с интерфейсом он чуть попроще опять-таки чем у ван класс 12 но все же достаточный эффектов по системе полно и приятно телефоном пользоваться просто тыки жмыхи прочее здесь происходит это классно еще одно упрощение по сравнению с ван класс 12 это расположение оптического дактилоскопа он у двенашки находится выше чем здесь и со слов ван класса вот такой вот низкий сканер он обходится производителю гораздо дешевле чем сканер на два сантиметра выше ну соответственно здесь сэкономили зато риме потратилась на что друзья на реализацию жестового управления на случай когда у вас грязные руки под машиной копаетесь или готовите на кухне например по рецепту юлии высоцкой для начала вы можете разблокировать телефон с помощью ладони риме говорит что отпечаток руки близок к скану лица по безопасности и надежности пожалуй я соглашусь я ввел сюда свою руку и никто из членов нашей команды или из членов моей семьи не смог обойти эту защиту другое дело как это работает с грязной рукой давайте перейдем за стол кухонный друзья видели интруху где мы ловко после изготовления котлеток разблокировать телефон грязной рукой на самом деле это монтаж потому что он не понимает грязную руку вот я сейчас пытаюсь разблокировать экран черного телефона и ничего не происходит но может быть активировать вода для этого нам придется равно трогать его грязной рукой вот считывание пошло но нет разблокировка по отпечатку ладони выключена какого фига она выключена ну окей не хочет да ой он уже весь грязный ну так себе уже да пошло не по плану пробуем еще раз разблокировать не получается так активируем считывай нет не хочет он говорит не подходит твой отпечаток руки поэтому иди мои руки я пойду мои руки ну вот чистые сухие ручки пробуем так он вообще не хочет вот выключенном состоянии сейчас разблокировать меня это происходит обычно в 8 случаях из 10 что он не реагирует вот в таком состоянии хотя должен иногда реагирует активируя его в любом случае рукой но опять не хочет даже чистую руку так ну ничего сломался нет разблокировался наконец-то что-то платежи выскочили вот все разблокировался ура с какого раза господи все после этого мы можем управлять телефоном вот у нас ладонь например можем его выключить выключили зачем зачем выключить опять включать сейчас так ладно погнали о идеально сейчас было вот видите курсор появился вот он следит за моим пальцем в принципе он работает видите вот я могу зайти в яндекс музыку это не быстро происходит но тем не менее если хотим выйти из приложения вот мы сделали кулачок и палец бог все можем сделать скриншот тремя пальцами отлично можем сделать вот так щуп 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 вот открылись недавние приложения чтобы закрыть их сделать вот так рукой не сработало сработало как вы понимаете в принципе все работает но работает очень очень не интуитивно не быстро и нужно прям к этому приноровиться ну а главное то проблема в чем что он все-таки не разблокируется когда у тебя грязные руки а идея же в чем в том что ты можешь управлять телефоном грязными руками но управлять это действительно можешь вот у меня руки грязные и в принципе он следит да вот три пальца там скриншот сделал однако вот именно сам англок нет может быть можно как-то с помощью голосового ассистента это сделать но что-то я посмотрел и не получилось и когда вы долго не пользуетесь вот этим жестовым управлением ну допустим вы увлеклись котлетками да то функция выключается там так и пишется что вы долго не пользовались жестами функция будет выключена чтобы активировать нужно что сделать нужно нужно зайти в шторку и здесь руками активировать эту функцию хочешь ты этого или не хочешь тебе все равно так или иначе придется как с телефоном взаимодействовать и в конце концов но он будет грязным так что спорник лучше бы знаете деньги потраченные на разработку жестового управления потратили на какие-то более полезные штуки например сканер повыше бы сделали короче сиквел когтя тигра не удался олды поймут экран хорош по характеристикам и в реальном использовании он не разочаровывает разрешение не самое высокое в индустрии полтора к но это баланс между энергопотреблением и комфортом для глаз я такое одобряю частота переменная от полу герца 0 5 герца до 144 герц но внутренний счетчик который можно активировать в настройках разработчика не показывает меньше одного герца но сделаем вид что действительно работает на 0 5 герц не будут же они нам врать китайцы никогда не врут яркость заявляет 4500 нит на белом пятне на черном фоне и при этом признают что это все маркетинг который просто указывает на потенциал панели они говорят что куда важнее яркость в повседневных сценариях и тут я им просто аплодирую наконец-то кто-то из производителей китайских озвучил это вслух это все маркетинг и тем не менее он яркий в обычном использовании не под солнцем вот в помещении при выкрученном до конца ползунке он ярче чем ван пласт 12 xiaomi 14 pro и viva x100 pro то есть реально яркий не в каком-то там странном режиме а в повседневности это здорово шимом ситуация тоже радостная тут не только частота пульсации 2160 герц но и аппаратный dc dimming как следствие коэффициент пульсации находится в пределах весьма адекватных 12 18 процентов прямо как в антонс 12 опять совпадение какое-то частота 144 герц она встречается нам в телефонах не часто обычно ее реализация вызывает вопросы ну типа почти нигде нет 144 герц а за них вообще-то уплачено такое постоянно бывает но в случае gt 5 pro вопросов меньше пусть в интерфейсе у вас все равно максимум 120 герц но зато вам доступен раздел с ручным выбором частоты для отдельных приложений и он работает учитесь сяоми и айку как надо делать урил михе короче выбираешь тут приложение и режим 144 герца приложения и после этого программа будет идти 144 герца если она это поддерживает конечно пожалуйста вот яндекс музыка в 144 герца пролистывается все плавно красиво а вот вам бравл старс 144 fps приятно и классно и конечно было бы ошибкой не дать быстрому экрану быстрый тач и real me ошибку такую не допустила в интерфейсе сенсор работает на частоте 120 герц нормально приемлемо в приложениях где вы разблокировали 144 герца у вас будет тач 180 герц а в играх через игровой раздел 360 герц плюс в ряде тайтлов есть отдельная менюшка повышения отзывчивости и я рекомендую прожать там галку для дополнительного улучшения тача получается друзья у real me gt 5 pro один из самых толковых экранов в классе да честно а теперь о железе snapdragon 8 ген 3 получил объемную трехслойную систему охлаждения 3 виси айсберг площадью 12 тысяч квадратных миллиметров что больше чем приготовьтесь у игрофона с кулером red magic 9 pro если вы не смотрели обзор red magic то обязательно посмотрите ссылка будет в описании телефон прикольный также на презентации нам обещали стабильный фрейм рейд в играх и вообще все здесь должно быть замечательно вот если верить тому что говорили на презе но раз обещали надо проверять для начала посмотрите на графике троттлинга cpu 100 потоков 30 минут максимальные значения хороши но не вооруженным глазом видно что телефон скидывает вычислительную мощь вследствие нагрева причем очень быстро но быть может с графическими ядрами у него все хорошо 3d mark телефон проходит это само по себе уже неплохо потому что вам класс 12 вылетал в этом тесте однако итоговый троттлинг почти в два раза снижает производительность что не есть хорошо почему троттлинг такой сильный здесь потому что у него очень щадящий температурный предел посмотрите отсечка происходит на температуре 41 градус это вообще ни о чем для сравнения red magic 9 pro plus с кулером внутри может достигать 59 градусов у айку и сяоми в этом тесте от 50 до 55 градусов но они все очень сильно греются а realme ну просто теплый в этом тесте совсем другой подход следствием чего стала печалька лог фпс дело в том что у color s есть белый список игр в которых телефон не троттлит но греется и при этом показывает высокий фпс это геншин импакт и кое-какие чисто китайские тайтлы в этом списке находятся при этом китайские обзорщики и китайские же пользователи они в восторге они играют вот свою китайскую какую-то дичь и у них все хорошо у них там нет троттлинга ну а мы не очень довольны потому что то во что большинство из нас играет она вне этого белого списка потому что китайцы не знают о существовании тех программ в которые мы играем либо даже сборки отличаются и этого уже достаточно чтобы игра шла плохо я уверен что китайская сборка brawl stars она идет замечательно без лока а вот глобальная сборка она с локом короче у нас после небольшого прогрева помните про отсечку на смешных 41 градусов да случается лог на 55 а потом и на 45 фпс в большинстве тайтлов так brawl stars глобальная сборка после 7 10 каток сваливается со 144 фпс до 55 поливор после 20 минут ловит просадки со 144 до 70 если поиграть подольше поливор то там 55 случается ворсандр на холодных запускается в примерно 100 110 фпс а после прогрева ныряет в район 50 фпс но это еще не все друзья в телефоне же есть интересная функция geek panel с ручной настройка частот чипа вычислительных ядер и графических я предлагаю проверить это в живой может это поможет друзья геншин импакт смотрите игрушка лагает максимальная графика почему она лагает а потому что я в панели geek panel что она закрылась в панель да и откройся ты в панели geek panel я поставил частоты все на минимум и она лагает я убираю вручную выставленные частоты и все хорошо стало все прекрасно без тормозов игрушка в белом списке у нее нет проблем в отличие от многих других можно поставить все на максимум но это будет сравнимо с тем что по дефолту там происходит все нормально хорошо красиво приятненько идет нравится видите кратная буквально на минимум 136 максимум 3 3 гигагерца выставляешь еще и графику можно менять 903 мегагерца так применилось нет что я по моему не применил нет применилась да и что все хорошо прекрасно плавно замечательно вообще идеально идет можно сказать геншин импакт я не вижу короче смысла менять частоты если она на низких лагает она высоких так как бы хорошо и по дефолту все хорошо как бы сделал или за это спасибо но толку то от этого тем более панелька это не во всех играх есть сейчас посмотрим на ханка star rail что там происходит ну собственно ханка star rail максимальная графика и она подлагивает видите 44 50 fps такое ощущение что игра не в белом списке она вот под воздействием троттлинга просто получает лог выше 50 не выходит почему-то так вот здесь вот выйдет нет а нет вышло смотрите ну значит это не лог значит это просто троттлинг то есть телефон затротлил перегрелся и вот рывки какие-то подлагивания и прочее давайте попробуем пошаманить 39 fps ха-ха-ха с гиг пенел ну вот я поставлю кастомая стопу клок спид и что здесь все по максимуму да у нас сюда все частоты максимальные это никак не помогло абсолютно то есть что без гиг пенела что у час вообще раньше никакой нет абсолютно пока сейчас 60 fps не верьте в эти 60 fps игрушка подтупливать на самом деле я думаю это видно 45 он был 46 разницы никакой поставим давайте минимум я не очень понимаю суть вот этих вот этих настройках то есть вы дали ее в нескольких играх да в случае с геной там и так все хорошо в случае с ханкаем она не помогает для чего то есть единственное что можно сделать это понизить частоты вот 366 вообще можно сделать здесь мегагерц графики чтобы что чтобы лагала вот смотрите как тормозит просто тормозит просто жесть для чего это сделано лучше бы знаете что то сделали с локом fps потому что это куда большее зло чем вот это вот чтобы для чего это делается давай берись сколько fps будет 48 32 вот на минималки с подлагиваниями ну минималки имеется ввиду с частотами убираю настройки deep panel что мы видим здесь 59 60 58 ну тут тут хорошо во время боя с ханка и играть можно нормально но если мы выйдем да видим сколько у нас здесь fps будет ну нет она просто тормозит подтормаживает так неприятненько непонятно для чего давайте сейчас сходу в brawl star зайду посмотрим какой там fps телефон ну так я не скажу что он горячий он как бы нагрелся но терпимо что у него что у него по fps тут будет а у него друзья смотрите лог на скольки что вообще происходит не очень понятно вообще какой fps у него 140 да у него сейчас но при этом ханка и у него 30 было и в целом не очень понятно как игры идут на этом телефоне вот сейчас смотрите 140 я немножко поиграю на нем он даже не нагреется как бы будет показывать 120 максимум еще буду дальше играть он покажет мне 55 потом немножко он остынет вернет нам 120 в итоге получается что нет какой-то стабильности и надежности и главное что нет предсказуемости поведения телефона в игрушках то есть у тебя то все хорошо то все плохо мне все руки в тесте могут котлеты делать ну и в целом как бы замечательная хорошая железка да что-то в софт попытались там сделать но color s это color s это вот главная проблема нужно вот туда копать в сторону color s пинать разрабов платформы а вот эти все надстройки там охлаждение это уже не такую роль играет как-то так также для игроманов сделали функцию выделения оперативной памяти для игр вы можете добавить в панель до 4 игрушек которые будут безопасно там висеть звучит все интригующе на самом деле так себе во первых обещают до 3 минут висения в оперативке что само по себе звучит как бред что за 3 минуты а во вторых но мы проверили realme gt 5 pro против one plus 12 и там и там по 16 гигабайт оперативки там и там плюс 4 гигабайт виртуальной памяти запустили игру made out 2 протыкали там камеру запустили видео зашли в погоду там в play market brawl stars зашли еще там пару приложений открыли и antutu тоже запустили ну и потом ткнули игрушку и в обоих случаях она перезагрузилась о чем это говорит до том что фигня какая-то а теперь друзья самом интересном камере несмотря на 4 окошка сзади тут три камеры одно отверстие вот это вот она для красоты тут даже сенсоров нет хотя если присмотреться можно заметить маленькую дюзу такая фальш дырка основы здесь сенсор sony elite 808 что видели уже мы в one plus 12 его по find entry зум получил огромный просто-напросто для зум камеры сенсор sony amx 890 вы просто посмотрите на камеру в разборе телезум гигантский ну а на ультраширик денег уже не хватило это 8 мегапиксельный сенсор sony amx 355 без автофокуса который может писать видео здесь только в full hd 30 fps но благо перископный телезум хотя бы с плавающими линзами что могут фокусироваться на близком расстоянии от 25 сантиметров покрывая макросюжеты ни одна китайская презентация не обходится без унижения конкурентов мне кажется это национальная какая-то забава а real me выбрала в качестве жертвы смартфоны от xiaomi 14 и 13 ультра но на xiaomi 14 и 14 pro все давно понятно камеры там одни из худших в классе вот в этом году и в конце прошлого мы уже сравнивали их с пиксель 8 и q12 ван пласт 12 и viva x100 pro поэтому с вами все понятно и для real me gt 5 pro мы выбрали оппонентов посерьезнее ван пласт 12 и viva x100 pro друзья большое количество фотографий и видео мы сняли весь массив данных я показать вам не смогу но скачать исходники вы можете в любое время по ссылке в описании там будут все файлики и так ван пласт real me и viva снимая на все эти телефоны меня не покидало ощущение что ван пласт и real me снимает очень-очень близко а вот viva он прям по-другому фотографирует и вы это увидите итак друзья тест на постоянство цветопередачи на разные модули это все четыре фотографии полученные на ван пласт 12 ширик основа значит цифровой зум и реально оптический зум справа внизу ну разные экспозиции разный баланс белого разная контрастность это real me gt 5 pro ну здесь на основу какой-то вообще жуткий баланс белого случился синий на ширик неплохо зум в принципе неплохо и так это viva x100 pro баланс белого вроде бы плюс-минус одинаковый контрастность отличается но viva захотел высветлить темные области и наверное это пошло на пользу три фотографии на основную камеру слева ван пласт 12 по центру real me gt 5 pro справа viva x100 pro ну тут понятно кто лидер да у ван пласт сильно все темное разглядеть что-то практически нереально в real me gt 5 pro к этому добавляется кривой баланс белого прям очевидно промахнулся а в его x100 pro фотография рабочая все прекрасно видно вот и деревья не черные да они коричневые и вот пластамент тоже нормальный все можно разглядеть ультраширик в сложных условиях по спецификациям самый слабый модуль у real me ультраширик и это наверное видно да то есть он самый такой мутненький самый наименее четкий цветопередача плюс-минус у всех одинаковые кстати говоря ну разница в детализации на мой взгляд тупо просто на сенсоре да последний real me ван пласт ни рыба ни мясо самый четкий viva ну и то как бы четкий да видите не особо тонны четки местами с той же самой точки телевички давайте проверим и так и мне здесь однозначно не нравится ван класс 12 баланс белого ну какой-то кроваво-бордовый ни о чем у real me желтая картинка у viva на какая-то такая средняя между релми и ван классом получилась по деталям друзья вот попробуем рекламу прочитать дорогое 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 ну наверное лучше читабельность у viva по динамическому диапазону так смотрим смотрим очень близко друг другу в целом знаете я бы не стал кого-то здесь выделять на мой взгляд идеально никто не снял два смартфона наверху ван класс 12 внизу real me gt 5 pro слева фотки с ультраширика справа фотки с основы удивительно но на основе real мишка опять ошибся по балансу белого это странно я думаю что он на ширике будет лажать а он на основе почему-то но если отмести кривой баланс белого на основе в этом сюжете то очень близко сняли вот эти два телефона ван класс 12 и real me gt 5 pro вот посмотрите по детализации разница я что-то не вижу вот очень близкий подход контрастности к насыщенности будто бы в соседнем офисе разрабатывали ультраширик внизу слева конечно уступает по детализации но он просто 8 мегапикселей а так опять же картинка очень очень похожа между верхним и нижним телефонами три смартфона ван класс 12 real me gt 5 pro и viva x100 pro здесь real me не слажал по балансу белого слава ему и уважение очень близка картинка к вива на самом деле хотя и ван класс тоже здесь от них не отстает но вот если смотреть на елочку то больше деталек у вивасика вырисовывается но я бы сказал что наверное наиболее естественная фотография в данном случае у real me получилось то есть не слишком высветлено но не слишком затемнено а так все три фотографии на мой взгляд хорош еще раз оценим стабильность цветопередача сейчас фотографии с ван пласт 12 так вот кривой баланс белого ван пласт 12 еще один кривой баланс белого из этой серии ван пла значит слажал дважды теперь real me х но вот немножко отличается баланс да и вот очень сильно отличается но тоже не идеально два косяка допустил а вот в его пожалуйста фотографии здесь меньше но зато не все четкие хорошие без ошибок вот в его показывает классно как надо фото ультраширик ван пласт real me и вива но здесь я думаю даже всматриваться не надо видно что вива просто снял на класс выше мне нравится здесь фотография у real me на самом деле она точно лучше чем у ван пласт 12 ван пласт 12 слишком все черное слишком темное очень сложно что-то разглядеть на прям совсем по цветам не круто получилось хотя по деталям ван пласт лучше чем real me но вот по атмосфере да мне кажется real me поинтереснее чем ван пласт но вива интереснее чем оба этих телефона ван пластыри у меня вместе взятые его прямо красавчик фотография на телезум с той же самой точки так ван пласт и рилами отличается по цветопередаче у вива x100 pro приближение ближе видите насколько отличается на такой вот зум сильный вива x100 pro на самом деле все три фотографии очень хороши на разница в цветопередаче но здесь вкусовщина на мой взгляд ван пласт хорош критиковать его тут не буду опять оценим цветопередачу на три разных модуля это фотографии с ван пласт 12 все вот фотки с ван пласт 12 ширик основа цифровой зум и реальный оптический зум но ширик что-то шляпа какая-то все слишком как-то темно зум классный основа тоже темновато как-то получилось вот на двукратной цифре и на телезуме ван пласт 12 мне понравился эта фотография на real me gt 5 pro здесь ширик лучше ван пласт 12 на основу смотрите какая отвратительность что это вообще такое почему так темно real me блин что с алгоритмами у тебя на цифровом зуме опять же он неплох то есть он почему-то распознал сцену как надо и зум хорош ну то есть вы понимаете да real me и ван пласт это как эскобар какой-то то есть у одного ширик ложат у другого основу ложат но на телезуме оба вроде как хороши и для понимания того насколько viva x100 pro лучше но просто посмотрите он круче и чем real me и чем ван пласт 12 вот они где-то в другой лиге понимаете а viva он ну просто он как бы топчик вот я даже не знаю мне нет слов ультраширик в помещении навел и снял и здесь знаете вот вроде бы все одинаковые однако если быстро взглянуть на тройку то хочется выделить фотографию справа на viva x100 pro она почему-то кажется просто лучше просто вот как-то четче вот эти вот например элементики они как-то подчетче цвета какие-то ну более такие правильные приятные что ли кажется и последняя фотография думаю в этом сравнении ночной сюжет катя стоит уже вся замерзла основная камера но здесь думаю никто не будет спорить со мной поинтереснее фотка получилось на viva здесь хотя бы видно объект съемки в отличие от ван плац и real me друзья ван плац и real me они как братья-близнецы у них не только в спецификациях много общего они фотографируют похожим образом один на ширике косяче другой на основе я бы поставил знак равенства на самом деле вот по фото возможностям real me ван плац одно и то же не надо переплачивать за ван плац берите real me тоже самое примерно получите а viva это что-то на более другом уровне это даже вот не надо сравнивать вот viva это высшие лиги а те но они как бы середняки по камере по фото все эти примеры качайте по ссылке в описании ну а сейчас предлагаю вам взглянуть на видео примеры а 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 реалми чт 5 про и либо и 100 про 4к 30 с снимают данный момент основные камеры а его умеет включаться на ширик реалми так не умеет зато умеет включаться на телевик на трехкратном приближении у вива телевик на 4.3 так это выглядит возвращаемся на основы очень легко на вива очень непросто на реалми не нужно тянуть кузов но смотрим став ну вот как то так снимают в ночных условиях реалми gt 5 про и вива и 100 про ван класс 12 и реалми gt 5 про 4к 30 fps снимают основные камеры данный момент переключаться на ширик можно в ван классе реалми так не умеет опять же трехкратное приближение на ван классе трехкратное на реалми возвращаемся на основы смотрите разницу смотрите стабилизацию звук прочие вещи реалми gt 5 про и ван класс 12 фронтальные камеры 4к 30 fps снимают смотрите слушайте оценивайте если какая то разница выводы друзья мои мысли о реалми gt 5 про каковы это телефон со сбалансированными характеристиками и по сути одним косяком локом фпс в играх и я хочу обратить ваше внимание на то что лок фпс характерен абсолютно для всех телефонов на color us вот за последние годы он есть у всех последних ван классов у реалми есть у опа даже очень дорогих типа опа find n3 там есть лок так что реалми то по сути даже не виновата так как ключ к решению проблемы находится в руках опа которая делает color us составляет белые списки и так далее а реалми по сути заложник но вместе с тем реалми gt 5 про обладает очень демократичным ценником в китае он на 900 юаней или 12 тысяч рублей дешевле в китае чем ван класс 12 на 12.56 гигабайт если рассматривать реалми дешевле чем базовый xiaomi 14 даже не про viva x100 айку 12 opa find x7 и тем более find x7 ультра все они дороже чем вот этот телефон для понимания даже meizu 21 более дорогой чем реалми вот этот поэтому если игры не стоят для вас на первом плане этот смартфон очень хорош по совокупности качеств прям реально убийца флагманов мне понравился больше чем ван класс 12 понравился там щели есть и клей а тут нет хотя бы это его выделяет единственная проблема на сегодня заключается в том что этот телефон пока продается только в китае со всеми вытекающими тут нет 20 бенда нет android auto но есть шанс получить блокировку по сим карте и придется потом искать где-то код для разблокировки при этом у китайки есть русский язык и сервисы google появится ли в европе он и в россии официально вопрос открытый но если появится то знать телефон годный пишите друзья что вы думаете об этом девайсе с вами был евгений мобилтелефон.ру пока пока скоро увидимся и 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